Любимая страна. Читаю там в соцсетях то, что пишут наши звезды, которые уехали по определенным причинам, которые здесь боятся что-то писать, но которые уехали, вдруг стали смелыми, открыли свои рты. Никогда не буду никого, как прилично сказать, просто сейчас хочется прям конкретно сказать. Видите, немножко наплакалась, потому что несправедливость очень бесит. А я всегда буду с вами, всегда буду со своей стороны, при любых обстоятельствах, при самых страшных и самых тяжелых. Я люблю свою страну, свою родину. Я никогда ее не брошу, хотя у меня есть охуяная туча возможности это сделать. Держаться вместе, ребята, девчата, тогда у нас все-все будет очень круто и хорошо, а у них их совесть потом сожрел, блядь. И если бог не Тимошка, он видит немного. Нет, на самом деле, ваша откровенность, она просто поражает. Действительно, я буду прям с утра отсматривать все ваши беседы, которые я нашел на ютюбе. Не, ну иногда приходится врать, но это только, конечно... Да, когда приходится? Ну это только во благо, чтобы никого не обидеть, но это такие очень какие-то серьезные моменты, поэтому я просто предпочитаю о них не говорить, но их очень мало. Потому что я не умею врать, это сразу по мне видно. Вот, конечно, там макияж скрывает, я до сих пор краснею, как ребенок, бледнею. Да, у вас это заложено просто... Ну, у меня с этим плохо, поэтому, когда мне врут, я сразу это чувствую, меня так начинает прям переворачивать. Когда мужчины врут или когда женщины тоже? Нет, когда женщины, и мужчины, и все. Вот, и поэтому я хотела просто вернуться к прошлой теме, чтобы, да, не дай бог, на меня никто не обиделся, вот, женщины, вот, любить себя, это самое главное. Я никого не хочу обидеть, но просто вот иногда даже по дурости своей что-то несу, и так получается. Нет, ну просто вот беседа была замечательная у вас с Юлей Меньшовой, и мне показалось, что она же тоже актриса, я думал, она играет это или нет, потому что она просто посмотрела с каким-то таким вот, ну, изумлением. Я вот буквально перед нашей встречей с ней созвонился и спросил, как вот ей вы показались. Она сказала, что вы потрясающая, живая, интересная, но у вас с ней разные системы координат. Да, да, да. Какая у вас система координат? Как вы для себя эту систему координат видите, и кто еще в вашей системе координат из вашего цеха? Ну, я хочу сказать, что просто я проще. Я проще не потому, что я, может быть, такая родилась, я вот до сих пор не пойму, там, генетика или это воспитание. Это, конечно, как бы я проще в том смысле, что и семья моя гораздо проще. Я родилась в обычной, там, семье, хотя я москвичка коренная, то есть, там, папа водитель, мама, там, кассир. Поэтому мы... У нас всегда были правильные жизненные какие-то понятия относительно, там, уважения, там, не знаю, чести, патриотизма и каких-то еще, там, моментов добра и зла, черного и белого. Да, в этом плане я считаю себя очень хорошим человеком. Знаете, вы что, точно не патриот Рязанского проспекта? Нет, вот это да, нет. Я такой патриот, как сказать. В общем, в плане, в смысле, про отечество. Да, 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 про отечество. Потому что про Рязанский проспект вы даже сказали, что вы там отказываетесь сниматься. У меня, понимаете, было там тяжелое детство. Но у меня, как я, видимо, такой человек ранимый очень сильно, и у меня такая память, которая очень избирательная, то есть, она что-то плохое совсем забывает и что-то хорошее совсем забывает. То есть, я в многих моментах в своей жизни не помню, но какие-то очень чересчур плохие моменты, они засели, и я не хочу иногда их поднимать в себе. То есть, они меня прям вот как, ну, такая, ломают очень сильно, то есть, мне неприятно это все. Поэтому какие-то моменты с Рязанским проспектом, они как раз вот засели в моем там подсознании или где-то, и поэтому я вот не хочу... А вы росли на Рязанском или родились тоже? Да, я родилась на улице, господи, на Михайловом переехали. Ну, то есть, это тот же район? Да, это тот район, это соседняя была улица, просто мы разъехались с сестрой, раньше жили в коммунальной квартире, там, с маминой сестрой, с ее семьей. А потом мы разъехались, как же она называлась-то, господи? Да неважно. Забыла. Нам главное помнить, как Соня называлась, чтобы зрители не забыли. Возьмите Соню, она, по-моему, как-то... Соня тоже очень красивое имя. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова